По холоданию и дожди снова вернулись в города страны. И для большинства россиян даже пасмурная сочинская межсезонья уже считается кусочком лета. К тому же этот период у гостей ассоциируется с санаторным лечением. И многие из них уже знают, что на курорте с октября по май действует социально ориентированная программа «Открытый юг». Именно по ней Вера с сыном Марком и приехала в Сочи с Урала. Именно по этой программе я приехала в межсезонье. Потому что это дешевле, чем летом. И можно поправить свое здоровье. Сейчас преимущество. Меньше народу. Не так жарко. Можно сходить на экскурсии. Ну и на пляже немного народу. А солнышко уже ласковое. «Открытый юг» – это не единственная акционная и социально ориентированная программа отдыха и лечения в санаторно-курортных комплексах Сочи. Есть еще и «За здоровьем» в Сочи, а также «Серебряный возраст», который воспользовалась Любовь Сорокина. В Сочи она приехала с Дальнего Востока. Даже пенсионерам доступен. «Открытый юг» – это то, что надо для нас, для нашего, как говорится, вот такого возраста, как я, для пенсионеров. Я вот приеду сейчас в Хабаровск. У меня много-много друзей. В следующем году я приеду не одна, а уже со своими друзьями. Это однозначно. Мы попали в такой период времени, когда действительно все в цвету. Нас здесь все устраивает, и не только устраивает, а мы просто ходим, наслаждаемся и радуемся. Вот радуемся всему. В любви к сочинскому межсезонью готовы признаваться и молодые мамы, которые отмечают, что это лучший период для оздоровления и знакомства с курортом. У нас холодно еще, снег. Поэтому решили немножечко кусочек лета урвать. Сейчас гулять можно, все расцветает. Не знаю, одни сплошные плюсы. Мне кажется, что вот именно либо весна, либо осень – это самое лучшее время для посещения экскурсий с детьми, с маленькими. Полечиться тоже, подышать морским воздухом. О том, что санаторий Сочи круглый год ждут гостей, россияне в том числе узнают благодаря презентациям курортных возможностей в разных регионах страны. Их лично проводит глава города. Одна из последних, а в целом 36-я по счету, презентация для привлечения туристов состоялась в Воронеже. Мероприятие посетили более 120 туристических агентств и 20 руководителей крупных производственных предприятий Воронежской области. Мы увидели большое внимание к нашему городу, интерес у актива города Воронеж. На то есть три основные причины. Первое – это низкие цены в межсезонье, которые предлагают наши маркетинговые программы. Второе – это то, что в летний сезон будут запущены пять прямых рейсов между Воронежем и городом Сочи. И третье – это, конечно, изменение в налоговый кодекс, который позволяет руководителям промышленных предприятий списывать свои затраты на себестоимость своей продукции. Да, Сергей Анатольевич, это одна из главных задач – донести до наших руководителей предприятий России о том, что у них есть такая возможность тратить 50 тысяч рублей на каждого работника каждый год. И это будет входить в необлагаемую базу, то есть себестоимость продукции. И таким образом мы должны донести и то, что наши санатории города Сочи готовы с октября по май месяц исключительно принимать этих людей по цене от 1200 до 1800 рублей в сутки. Повышать уровень продаж необходимо и с помощью транспортной логистики, отмечает Пахомов. Уже этим летом будет организовано авиасообщение Сочи с более чем 50 регионами России. С каждым годом растет турпоток из-за рубежа. И сегодня Сочи связан авиасообщением с 11 странами – среди новых Арабские Эмираты и Таджикистан. Если говорить о внутреннем сообщении, то мы сейчас прорабатываем вопрос по организации водного транспорта. То есть у нас есть предприниматели в Адлерском районе, которые взяли в аренду портопункты, которые были построены еще к Олимпиаде. У них уже в аренде портопункт на пляже Чайка и в Адлер-курорте. Уже есть договоренность с портом города Сочи о том, что их корабль будет туда заходить в летний период времени. Получили они также лицензию в Минтрансе на перевозку водным транспортом пассажиров. Очень важное направление. В любом случае хорошо, что появились предприниматели. Может быть это будет первый шаг. Надо всячески их поддержать, надо всячески их помочь, чтобы морские перевозки у нас были. И конечно, Сергей Анатольевич, говоря о пляжном сезоне, мы должны понимать, что главное в пляжном сезоне это сами пляжи. И конечно, Сергей Анатольевич, пляжи должны быть широкими, спланированными. В этом году выявили такие пляжные территории, которые требуются дополнительной отсыпки. Это пляж напротив железнодорожного вокзала Адлер, называется Парус. Он только развивается. Второй пляж, это мы определили пляж Чайка в Адлерском районе. Это участок в районе Южного Взморья. Мы понимаем, что туристов очень много в центральной части Адлера приезжает и не всегда им хватает пляжной территории. Помимо этого, РЖД, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, провела работу по укреплению пляжной территории в районе Нижней Беранды. 15 мая эту гальку переместят просто на пляжную территорию, разровняют для того, чтобы получился полноценный пляж. Заказали исследование в Институте научные берега, которое показало, что на территории нашего города есть три глобальных места размытия. Первое – это северная часть Лазаревского поселка. Второе – это от поселка Лао до Якорной щели. И третье – это от порта Эмеретинского до пляжа Рэдисон-Конгресс. Общая стоимость работ по разработке проекта и проведения строительно-монтажных работ по отсыпке пляжа и укреплению составляет порядка 900 миллионов, 980 миллионов рублей. Мы понимаем, что город сочи сам не справится. Поэтому от вас уже ушло письмо на министра туризма. Мы сейчас договариваемся о встрече. Я думаю, что 19 числа мы встретимся с руководителем Ростуризма и будем обсуждать эту тему. Мы, конечно, будем настаивать на том, что нам нужна помощь из федерального бюджета. Особое внимание руководство Сочи уделяет и экологическим нормам, в частности, качеству морской воды. Как результат, в прошлом году шесть пляжных территорий города получили международную награду «Голубой флаг». В этом году заявки на получение «Голубого флага» подали уже 13 организаций курорта. Итоги международного заседания станут известны уже 16 апреля.